Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших обзоров. А речь сегодня пойдет про культового представителя семейства рамных внедорожников. Встретить такую машину в сохранном состоянии в 2023 году – это большая удача. И сегодня мы с вами поговорим про Toyota Land Cruiser Prado в 90-м кузове. Встречайте! Построенный на базе Toyota Hilux Surf или Forerunner, этот Prado в кузове J90 появился в 1996 году. На конвейере модель провела очень мало времени по историческим меркам. Последние экземпляры скатились со сборочных линий в 2002-м. Машину провели через рестайлинг в 1999 году, где слегка обновили внешность. Эта машина поставлялась на огромное количество рынков сбыта. Это и Европа, и Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и, конечно же, внутренний рынок самой Японии, где все продаваемые Prado в этом кузове имели только постоянный полный привод. На японском рынке эти машины можно было купить с одним из трех вариантов двигателей. Здесь был трехлитровый дизель на 140 лошадиных сил, бензиновый двигатель объемом 2,7 на 150 лошадей и V-образная шестерка, вершина его моторной гаммы 3,4 литра, 185 лошадиных сил. Наш сегодняшний экземпляр 99-го года выпуска с двигателем 2,7 литра на 150 лошадиных сил. Что касается габаритов, классический 90-й Prado далеко не самый крупный представитель своего вида. Длина этого автомобиля 4,67 м, ширина 1,82 м, а высота 1,91 м. Так что на дороге этот внедорожник занимает место не больше, чем иной седан бизнес-класса. Колесная база здесь, кстати, 2,67 м, радиус разворота 5,7 м, а снаряженная масса этого автомобиля 1870 кг. То есть по меркам равных джипов это еще и довольно легкая машина. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для автомобиля этой генерации слой окраса для заводской краски будет лежать в диапазоне от 70-75 до где-то 102-110 микрон. По крайней мере, применительно к этой машине. Кстати, удивительно, но факт. Несмотря на 1999 год, у этого автомобиля нет ни единого окрашенного кузовного элемента. Вполне возможно, что с завода толщина лакокраски была чуть толще. Но, скорее всего, машина в ходе эксплуатации пережила восстановительную полировку. По традиции, обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает тяжелая пятая дверь с подвешенным на ней запасным колесом. Проем визуально очень-очень широкий. Давайте вооружимся рулиткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина дверного проема по его средней части здесь 112 сантиметров. Автомобиль трехрядный. При установленных на свои места сиденьях третьего ряда расстояние здесь небольшое. От пятой двери до сиденья порядка 34 сантиметров. А ширина багажника по полу 130. Высота от пола до верхней части дверного проема в данном случае 102 сантиметра. Если же в конкретном случае третий ряд вам не нужен, вы можете его убрать. Причем довольно легко. Сиденья здесь складываются на тот же манер, как и на автомобилях. Типа Honda Freed не подвешиваются по бокам. В таком положении сиденья объем багажника, конечно, значительно возрастает до весьма солидных цифр. Длина по полу теперь 112 сантиметров. Ширина средней более узкой части багажника 96. Если же вам мало и этого, складывайте второй ряд. Сиденья второго ряда у 90-го складываются на тот же манер, как и у Mitsubishi Outlander XL. Сиденье собирается и кувыркается вперед. В этом случае полезная длина по багажнику у вас увеличивается до 1,57 метра. В целом же, с учетом высокого потолка, внутренний объем 90-го Prado позволяет использовать эту машину, в том числе и во время квартирных переездов. Что касается удобств по багажнику, здесь особо говорить не о чем. Плафон освещения, небольшой отсек для мелочевки, 12-ти вольтовая розетка слева на боковой панели, а также крышка с поворотной защелкой, за которой у нас скрывается набор штатного инструмента. Домкрат, вороток и баллонник. Ну а теперь про интерьер и рабочее место водителя легендарного 90-го Prado. Попав в этот автомобиль, испытываешь острый приступ ностальгии по тем временам, когда автомобили делались, как говорится, на совесть. Хотя в плане мягкости материалов салона, 90-ый Prado это не совсем эталон. Интерьер его выглядит, по большому счету, мягким в том, что касается пластика. Но так же, как и на первом Highlander, либо Kluger, пластик самой панели здесь жесткий. Хотя на вид этого не скажешь. Зато дверные карты уже гораздо более мягкие в плане отделки. А основная часть дверной карты, которая контактирует с вашими локтями, вообще отделана велюром. Либо очень напоминающим его тканным материалом. То же самое касается и материалов обивки сидений. Кстати говоря, сами сидения здесь очень мягкие. И несмотря на отсутствие ярко выраженного профиля и боковой поддержки, очень удобные. При росте 1,86 м за рулем этого автомобиля я устраиваюсь вполне вольготно. Рюлевая колонка здесь имеет механическую регулировку по наклону. Причем очень удобно. Она подпружиненная. Как только вы убираете стопор, руль сам поднимается вверх. Что облегчает вход и выход из автомобиля. Регулировки по вылету здесь не предусмотрено. Что касается диапазона регулировки кресла, то вот это максимально отодвинутое назад положение. Если я полностью выпрямляю левую ногу в колене, я еще не дотягиваюсь до пола салона при таком положении. Так что запас по длине здесь неплохой. В плане органов управления это абсолютно классическая Toyota тех времен. Подрулевые переключатели удобные. Находятся они ровно там, где должны быть. Здесь стандартный блок стеклоподъемников. Водительское стекло имеет авторежим. И рядом блок управления боковыми зеркалами, которые здесь, кстати, даже складываются. Внизу слева от руля приютилась клавиша включения вентилятора-отопителя для задней части салона. Доминирующее положение по центру приборной панели у нас занимает экран двухдиновой магнитолы. А справа от него механические часы. В нынешнее время это уже огромная редкость. Под небольшой кнопкой аварийной сигнализации расположились две очень непривычные взгляды клавиши управления антенной в бампере. А под магнитолой расположен блок управления климат-контролем. Он не имеет никакой индикации в виде мониторчика либо экранчика. Но при этом все клавиши здесь тактильно различимы. Температура регулируется удобной поворотной рукояткой. Абсолютно стандартная деталь практически любой Тойоты 90-х годов. Несмотря на возраст, все это абсолютно исправно функционирует. Внизу у нас две 12-ти вольтовые розетки, в одну из которых вставляется прикуриватель и пепельница. Практически утраченный аксессуар в современных машинах. Рядом с рычагом управления раздаточной коробкой у нас располагается классический селектор с кнопкой блокировки. Есть отдельная физическая клавиша разблокировки селектора при выключенном двигателе. И клавиша управления режимами работы коробки. Это спортивный режим Power, когда коробка переключается позже, позволяя раскручивать двигатель до больших оборотов. И режим второй передачи, вернее трогания со второй, предназначенный для движения по скользким дорогам. Ну и завершает линейку органов управления стояночный тормоз. Самый обычный, привычный, классический. Стоит особо отметить, что в данном случае на японском автомобиле у нас установлена оптитронная панель приборов. Несмотря на то, что машине уже очень много лет, здесь все работает. Это касается подсветки, одометр уже цифровой. И в целом приборка очень понятная и читаемая. А бело-лунная подсветка абсолютно не раздражает глаза. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. Практически вся центральная часть консоли внизу, это одна огромная полка, куда можно сложить даже современные смартфоны с большой диагональю экрана. Основной бардачок здесь не слишком объемный, но бумаги формата А4 сюда поместятся. Перед центральным боксом присутствуют два подстаканника. Плоская полка непонятного назначения и, собственно, центральный бокс. Он здесь двухэтажный и довольно объемный. А внизу дверных карт присутствуют карманы. Они довольно узкие, но при этом длинные. Хотя никаких присущих современным автомобилям отдельных отсеков для хранения бутылки с напитком в данном случае не предусмотрено. Что касается обзорности в этом автомобиле, то это, пожалуй, один из эталонных примеров того, как это может быть. Здесь узкие передние стойки, огромные боковые зеркала, в которые видно абсолютно все и полностью видимый капот. Это касается как боковых частей, так и его передней кромки. Плюс на автомобилях для японского рынка устанавливалось еще и зеркало, наподобие того, как это выглядит на Альфарде. Одна часть которого позволяет контролировать передний бампер, а другая – район левого переднего колеса. Боковая линия остекления здесь очень низкая, так что обзорность – это однозначный плюс классических внедорожников. Ну, а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Касается заднего ряда, то в данном случае я сижу сам за собой при росте 1,86 м, и мое колено контактирует со спинкой переднего кресла, но не упирается в него. Плюс задняя часть кресла здесь очень мягкая, и дискомфорта подобный контакт вызывать не будет. Подушка заднего сидения здесь выше, чем передняя, и она абсолютно плоская. Плюс ширина салона автомобиля позволяет трем людям здесь разместиться довольно-таки комфортно. Если же поедет только два пассажира, к их услугам дополнительный подлокотник, который открывается из центральной части спинки заднего сидения. На дверных картах также есть подлокотники, они также отделаны тканью, как и на передних дверях. В этом автомобиле задние пассажиры могут регулировать угол наклона спинки от практически лежачего до вертикального. Но какое бы положение здесь вы не заняли, запас пространства над головой у вас в любом случае будет, и довольно солидный. Ногам среднего пассажира здесь ничего особо мешать не будет. Центрального тоннеля практически нет. Внизу центрального бокса у нас находится пепельница, клавиши управления задним отопителем, скоростью работы вентилятора, а также температурой, которая реализована в виде ручки ползунка. Еще один интересный момент, касающийся задних пассажиров, это то, как здесь реализованы подстаканники для них. Верхняя часть центрального бокса, отделанная кожей, поднимается и открывает вам дополнительные подстаканники. Теперь у вас есть еще и полочка, куда можно положить тот же современный смартфон с неплохой диагональю экрана. Ну а теперь давайте посмотрим, пригоден ли третий ряд этого автомобиля для перевозки взрослых людей. Что касается третьего ряда, то вряд ли отправляться на дальнее расстояние здесь будет хорошей идеей. Но, тем не менее, это сидение также полностью плоское и наличие дополнительного среднего гнезда для ремня безопасности навевает мысль, что машина восьмиместная на самом деле. При моем росте, усаживаясь за вторым рядом в нормальном стандартном положении, я, конечно, упираюсь коленями в это сидение. Положение слегка спасает возможность регулировать спинку по углу наклона. Но кардинального облегчения для седоков третьего ряда это, конечно, не принесет. Зато есть отдельные ручки, а в боковых панелях предусмотрены подстаканники и полки, куда можно что-либо складывать. Ну и также можно отметить, что у задних пассажиров нет абсолютно никакой опоры под бедро. Нога практически висит, благодаря тому, что расстояние от пола до подушки сидения здесь очень небольшое. Что касается двигателей под капотом этого автомобиля, здесь мог стоять один из трех вариантов силовой установки. В нашем случае это базовый бензиновый мотор 3RZ-FE. Двигатель этот старинный, появился в 1994 году и предназначался для внедорожников и пикапов. По конструктиву это чугунная рядная четверка. Причем самой простой конструкции здесь нет фазовращателей, здесь самый обычно распределенный впрыск топлива и паспортный 92-й бензин. Гидрокомпенсаторов, кстати говоря, тоже нет. Поэтому, если что, заниматься регулировкой клапанов придется в ручном режиме. Привод ГРМ на этом моторе цепной. Нельзя сказать, что цепь здесь вечная, но пробеги более 200 тысяч километров для нее вполне реальны. И в принципе, кроме замены таких расходников, как, например, свечи или, скажем, прокладка клапанной крышки к большому пробегу, эти моторы практически ничего никогда не просят. Даже дроссельная заслонка на этих двигателях самая обычная тросовая, без каких-либо электронных дополнений. Собственно, ресурс 3RZ-FE это свыше полумиллиона километров. А при должном уходе, скорее всего, двигатель этот способен разменять и, собственно, единицу. Мощности в 150 лошадиных сил и 240 ньютонометров крутящего момента этому автомобилю хватает для перемещения в пространстве. Но особой динамикой этот мотор автомобиль, понятно, не наделяет. Ездит такой автомобиль, конечно, не на огромных скоростях, но зато очень и очень долго. Второй бензиновый двигатель под капотом таких Prado это 5VZ-FE. Это уже V-образная шестерка, причем также с чугунным блоком цилиндров. На ней также нет гидрокомпенсаторов, на ней также нет фаз. Мотор такой же простой, но при этом газораспределительный механизм у него приводится ремнем. Такой двигатель выдает уже 185 лошадиных сил и крутящий момент около 300 ньютонометров. С ним рамный внедорожник становится пошустрее. А в плане ресурсов V-образная шестерка также крайне хороша и способна отъездить под 400-500 тысяч километров пробега без вопросов. Единственное, что такие двигатели иногда любят подъедать масло к большим пробегам. Ну а самый возрастной двигатель под капотом этого Prado это дизель. 3 литра, 140 лошадиных сил и почти 340 ньютонометров крутящего момента. Блок двигателя у дизеля чугунный, ТНВД электронный и дроссель тоже. На дизельном моторе по-прежнему нет гидрокомпенсаторов, зазоры клапанов нужно регулировать и делать это придется самостоятельно. А газораспределительный механизм у него ременной, вернее комбинированный ремень плюс шестерни. Срок службы ремня около 100 тысяч километров, но до обрыва лучше не доводить, поскольку на 1КЗТЕ клапана загибает. Из элементов усложняющих конструкцию разве что турбина. У дизеля самый большой объем заливаемого масла 7 литров и это один из надежнейших дизелей тех лет. Его ресурс в умелых руках это даже не 300, 350, 400 тысяч, а гораздо больше. В процессе эксплуатации машины с таким двигателем желательно поглядывать за уровнем антифриза. Бывает он начинает уходить без явных видимых на то причин. А также данный двигатель лучше не греть, поскольку перегрев, особенно серьезный, может закончиться и трещинами в головке блока цилиндров. Что касается коробок передач, на этих автомобилях использовались трансмиссии ESIN классические четырехступки, очень надежной серии А343F. Коробка практически неубиваемая. Интервал замены рабочей жидкости это порядка 100-120 тысяч километров пробега и только в очень тяжелых условиях эксплуатации его рекомендуется сократить хотя бы до 80. Данные трансмиссии, если и отправляются в ремонт, то по причине естественного износа содержимого коробки как то фрикционные диски. И происходит это на пробегах гораздо больших, чем 300-400 тысяч километров. Что касается ходовой части этого легендарного автомобиля, то на данной модели компания впервые за историю этого внедорожника применила независимую переднюю подвеску. Соответственно, спереди здесь редуктор. Одного взгляда на подвеску этого автомобиля спереди достаточно, чтобы понять, что она очень и очень надежна. Пожалуй, единственным расходником здесь можно обозначить стойки стабилизатора поперечной устойчивости. И как показывает практика владельцев, эксплуатирующих подобные машины, если что-то и приходится здесь менять, то это те самые линки и рулевые наконечники тяги. И то на огромных по легковым меркам пробегах. Стабилизатор поперечной устойчивости с толстенным прутом в данном случае расположен в эталонной доступности, как в принципе и все здесь. С обслуживанием данного автомобиля не возникает вопросов. Рулевая рейка классическая, гидравлическая. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля обращайте внимание на сухость с узла. Говорить о каких-то типичных неисправностях для данной ходовой части с поправкой на возраст и огромные пробеги большинства таких автомобилей, пожалуй, уже не серьезное дело. Смотрите, как говорится, по факту. Но самый ключевой момент здесь это рама. И при покупке рамной машины первое, что нужно сделать, это посмотреть на читаемость ВИН-номера. Поскольку, если с ним непорядок, все дальнейшие действия с конкретным автомобилем просто теряют смысл. На японских Prado этой генерации полный привод мог быть только постоянным полным, с возможностью жесткой блокировки межосевого дифференциала, плюс есть понижающая передача. В обычном режиме автомобиль постоянно полноприводный, что хорошо, поскольку такую машину вы можете одинаково комфортно и безопасно эксплуатировать как в полях на бездорожье, так и на трассе зимой в гололед. Помните о необходимости обслуживания карданных передач. На таких автомобилях не забывайте обновлять смазку. Особенно необходимо заниматься этой процедурой после серьезных вылазок на бездорожье с преодолением водных преград. Задняя подвеска зависимая, попросту говоря, мост. Амортизаторы и пружины в данном случае разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену компонентов. Ну а топливный бак на этой машине располагается сзади, за задней осью и его объем 90 литров ровно. Бак закрыт защитой, но внутри он металлический. Так что при осмотре возрастного автомобиля на всякий пожарный не забудьте проконтролировать, нет ли на нем очагов поражения коррозии. Дабы после покупки не заниматься поиском контрактного бака, что на данную машину может быть уже проблематично в связи с их почтенным возрастом. Ну а по конкретному экземпляру нужно отметить, удивляет еще и практически полное отсутствие коррозии на машине снизу. Это касается как состояния рамы, так и состояния кузова, днища и порогов. Таким мы увидели сегодня классический Land Cruiser Prado автомобиль 99 года выпуска с двигателем 2.7 бензиновым на 150 лошадиных сил и правосторонним расположением рулевого управления. Пробег автомобиля, кстати, 288 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали очень-очень много и вам есть, в чем нас поправить и чем нас дополнить, обязательно пропишите все это в комментариях людям, которые думают о покупке подобного ретро-внедорожника, ваш опыт может пригодиться. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня мы показали на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда выйдет в свет это видео, машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Все интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю можно получить, позвонив или написав на WhatsApp на контактный номер телефона, который мы указываем в описании под видео. Так что не стесняйтесь, звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. На этом прощаемся, до новых встреч на канале и спасибо за просмотр. Пока!